Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем наш вечерний интерактивный канал «Большое реальное время». В этом часе у нас гость в студии прямого эфира. Я думаю, предстоящий разговор будет интересен многим, потому как мы об этой встрече договорились заранее, и постоянные слушатели реального времени знали о том, что сегодня у меня будет Леонид Волков. Ну а в следующем часе у нас будут итоги дня. Я сегодня выбрал две темы. Как мне представляется, они крайне важны. Первая тема — это события в Грузии, где оппозиции удалось выиграть парламентские выборы, и президент Грузии Михаил Саакашвили уже объявил о том, что он признает итоги голосования. У нас будет очень много гостей. В следующем часе по этой теме мы будем подключать и Тбилиси, и Вашингтон. И здесь у нас в российской столице будут эксперты. Одним словом, как мне представляется, это крайне важная тема. Это, безусловно, торжество демократии у наших ближайших соседей. Это мирная передача власти. Известно, что Бензина Ивана Швили, лидер оппозиционного движения «Грузинская мечта», уже проводит консультации. Правда, он говорит о новом кабинете министров. Речь пока вести прежде времени. Но, тем не менее, Ивана Швили уже заявил о том, что Михаилу Саакашвили необходимо уйти в отставку. Как мне представляется, тоже незаконное предложение. У Саакашвили еще есть год, как минимум, быть главой грузинского государства. Вот этой теме мы уделим самое пристальное внимание в следующем часе. И также мы поговорим о нашей внутрироссийской тематике. Сегодня в Москве проходит крупнейший бизнес-форум. Россия зовет в нем. Сегодня принимал участие президент России Владимир Путин. Ваш покорный слуга также был приглашен на эту встречу. К сожалению, по независимым от меня причинам, мне не удалось задать вопрос главе российского государства. Но, тем не менее, как мне представляется, Путин сделал ряд важных принципиальных заявлений, которые параллельно я уже начал с вами обсуждать в своем блоге, и в LiveJournal, и в Твиттере. То есть, кому интересно, до следующего часа у вас есть возможность и слушать Финам.ФМ, и зайти почитать материалы, мои впечатления от сегодняшнего первого дня работы форума «Россия зовет». Напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Финам.ФМ – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Вы уже видите моего гостя, которого я сейчас буквально через секунду представлю. Ну и также можете пользоваться моим личным твиттером, моим личным аккаунтом в Твиттере. Так что все средства связи к вашим услугам. Реальное время. На Финам.ФМ. Выборы в Координационный совет оппозиции – это тема нашего сегодняшнего разговора с Леонидом Волковым. Леонид, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, может быть, кто-то еще не знает. Леонид является председателем Центрального выборного комитета российской оппозиции. И последний раз, когда мы с Леонидом встречались, мы договорились отдельный эфир сделать, что называется, по вашим вопросам, по вашим заявкам. Высказывайтесь, звоните, пишите. То есть вот у нас с вами есть, у слушателей Финам.ФМ, один час, чтобы, ну, не третировать Леонида Волкова, но, по крайней мере, вытянуть из него все, что касается предстоящего голосования в Координационный совет российской оппозиции. Леонид, вот на сегодняшний день, как дела у вас обстоят? Что примечательного происходит? Дела обстоят все интереснее и интереснее. Так, это уже хорошее начало. На самом деле, я испытываю от всего этого огромное удовольствие. Там кандидаты, наверное, в стрессе, избирателям там не просто сориентироваться, 215 кандидатов у нас, а вот я просто, ну, кайфую. То есть реально, то есть это же очень здорово. Ты что-то придумываешь, и тут же видишь, как это воплощается. Мы придумали там две недели назад сделать политический компас, и сегодня это любимая игрушка Рунета. Все заполняют, больше 10 тысяч человек его заполнило, сравнивают, как моя позиция соотносится с позицией Навального, Собчак, как там Акашина или там Ашуркова или еще кого-то. Обсуждают, обмениваются весь там Твиттер этим пестрит. Две недели назад мы придумали дебаты. Казалось, что вот программа теледебатов – это что-то такое очень сложно реализуемое в наше время. Вчера десятки тысяч человек смотрели их в прямом эфире, хотя это было за полночь. Сегодня, я думаю, еще больше тысячи людей голосуют за победителей дебатов. Идет нешуточная борьба. Самое, что меня больше всего порадовало по вчерашним дебатам, пока что по предварительным результатам, в целом ряде отборочных групп побеждают не звезды, а побеждают те, кто реально себя лучше показал и лучше выступал, и интереснее выглядел. Что называется, смог себя продвинуть. Да, смог себя продвинуть. Вот. И я, окидывая взглядом предстоящие неполные три недели, понимаю, что там еще куча всего интересного, потому что мы только начали первый круг дебатов, а будет второй, более серьезный и детальный, с более острой конкуренцией, с меньшим составом участников, и потом финальный раунд дебатов. Будет конкурс СС, такая очень интересная штука. Вот мы ее обсуждали. В прошлый раз, когда у нас тут был Иван Стариков, сидел на том стуле, на котором я сейчас сижу. Кандидаты в КС, да. Да, кандидат в КС. Он говорил, надо поставить всех в равные условия, надо, чтобы соревновались не люди, а программы. И вот мы сделали это в чистом, рафинированном виде. У нас такой придуман конкурс, можно сказать, такой этап предвыборной агитации, когда все кандидаты отвечают на один и тот же вопрос. Первый вопрос, который им задан, как вы себе видите функционирование и задачи координационного совета. Нитририальный вопрос. Отвечают они в виде коротких эссе, до 2000 знаков. И эти эссе публикуются анонимно. И лучше избираются голосованием избирателей, опять же, зарегистрированных избирателей. То есть мы одновременно и тестируем, как у нас работает блок голосования, который нам пригодится 20-21 октября. Но мы и действительно даем кандидатам возможность проявить себя, потому что избиратели, повторюсь, когда они будут голосовать за эти тексты, они не будут знать, чье авторство. Мы только после голосования не увидим. Вот, что звезды начинают отставать, да? То есть это значит, появляется объективность. Да, конечно. И вот эта вот не звездность, да? Там не узнаваемость в том же Рунете, там стопроцентная вот у тех персонажей, о которых вы выше говорили, да? А реальные программы. Да, да, да. Реальные мысли. И мы делаем замеры, мы делаем замеры, пусть там не идеальные социологические точки зрения, просто какие-то опросы, но они реально показывают, что у этой избирательной кампании уже появляются новые звезды, новые лидеры, которые именно себя хорошо показывают, как политики в реальных условиях политической конкуренции. И, что особенно важно, совершенно ясно, что у сколь угодно раскрученной медийной звезды нет шансов победить, если он или она не будет вести нормальную избирательную кампанию. Сколько сейчас избирателей официально зарегистрировались? Вот это очень интересная штука, потому что я специально посмотрел, вот буквально перед эфиром мы пробили отметку 49,700, и судя по динамике, вот во время нашего эфира у нас зарегистрируется 50-тысячный избиратель. Вот мы к концу подведем... Бонус, Леонид, Бонус, 50-тысяч никуда. Да, это вот мы думаем. Ну, что-нибудь придумаем обязательно. Вот, наверное, за этот час у нас 50-тысячный избиратель появится, зарегистрироваться можно и нужно. Я сейчас обращусь, подождите, я обращаюсь сейчас ко всем слушателям Финам.ФМ, кто не зарегистрировался еще. Вот давайте сделаем так, что именно слушатели Финам.ФМ сделают эти 50 тысяч. Я правильно понимаю, что сейчас технических сложностей нет? Технических сложностей никаких нет, все технические сложности давно позади. То есть заходишь в данном случае, допустим, на сайт... СВК 2012.org на сайт Центрального выборного комитета и тратишь примерно 40 секунд на регистрацию. Леонид, я слышал до этого, что были разные реплики о том, что не всех регистрируют очно. Я, правда, не знаю эту процедуру, потому как сам зарегистрировался через сайт, да, вот этой избирательной кампании вашего выборного комитета. А на сегодняшний день там вопросы сняты? То есть люди, которые очно регистрируются? Нет, очно, очно, конечно, регистрируют всех, но сейчас суммарно на всех оффлайновых избирательных участках очно зарегистрировано что-то около полутора-двух тысяч человек. То есть это действительно не очень массовая история. Больше зарегистрироваться в интернете очень просто и непонятно, зачем там куда-то идти. Но избирательные участки работают. Там проблема связана с тем, что у нас очень жесткие требования. Мы, возможно, где-то загнули требования по безопасности слишком высоко. Нас пугали всякими пугалками и, возможно, мы даже зря... Ну, хотя нельзя сказать. Тут лучше, наверное, перебдеть, чем недобдеть. У нас в правилах написано, что избирательный участок имеет право регистрировать только, когда у меня включена видеозапись, идет видеотрансляция и смотрит наблюдателя. Ну, чтобы типа сама избирательная комиссия не нарегистрировала каких-то мертвых душ. Чтобы можно было проверить, что количество регистраций соответствует количеству людей, которые пришли на участок. И поэтому, а трансляции, соответственно, вот они на сайте у нас объявляют свои часы работы. Вот такой-то избирательный участок занимается регистрацией там с 15 до 19 часов. То есть основная масса регистрируется онлайн, да? Если избиратель туда приходит вне этого времени, они обязаны по нашему регламенту ему отказать, потому что в этот момент нет видеотрансляции и нет, возможно, наблюдателей, которые могут проконтролировать. Наверное, я могу предположить... Сколько наблюдателей сейчас уже зарегистрировалось? Ну, несколько сот человек, так сказать, наблюдают за процессом. То есть это все по-взрослому на самом деле? Это не игра. Это не игра. Это настоящая политика, какой она должна быть. Я вот про это уже много раз говорил, но мне доставляет удовольствие это повторять. Я считаю, без ложной скромности, что то, что мы делаем, это вот эталон того, что должен на самом деле делать избирательный комитет. Не ставить палки в колеса кандидатам, не затруднять доступ к информации избирателям, а проводить разные мероприятия, довольно агрессивно проводить, принуждать кандидатов в них участвовать, которые заставляют кандидатов раскрываться, становиться ближе к избирателю, все рассказывать о себе. Мы к дебатам буквально силком некоторых кандидатов тащим, и это, по-моему, очень важно. Именем закона обязан явиться на дебаты. Да, 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 буквально. Здесь и сейчас Леонид Волков, председатель Центрального выборного комитета российской оппозиции. 20-21 октября будет идти голосование. Именно вы будете выбирать из 215 кандидатов, зарегистрированных официально. Вот сейчас у нас будут новости, но я хочу, пока они идут, запустить смс-голосование и спросить у вас, слушатели Финам.фм, зарегистрировались ли вы в качестве избирателя на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Да, 55-33 смс-сообщение с буквой А. Нет, 55-33 смс-сообщение с буквой Б. Просто я хочу понять, среди моих слушателей, какой процент уже зарегистрировался, зарегистрировались. Если вы это еще не сделали, значит, можно, пока идет программа, параллельно слушать меня с Волковым и регистрироваться. Новости затем продолжим. Мне нравится тот процент, который я вижу сейчас на своем эфирном мониторе. Но, тем не менее, давайте так. Сейчас 19.18. Еще две минуты. Вы посредством смс-голосования сообщите нам с Леонидом Волковым, сколько же из слушателей реального времени зарегистрировались в качестве избирателей на предстоящих выборах в Координационный совет российской оппозиции. Если вы зарегистрировались, то на 55-33 отправьте, пожалуйста, смс-сообщение с буквой А. Не зарегистрировались по каким-то причинам. Ну, я не знаю, это ваше дело, да? А вы это не сделали. Тогда 55-33 смс-сообщение с буквой Б. Для связи многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет веб-трансляция. Задавайте все интересующие вас вопросы Леониду Волкову. Вот сегодня мы сделали с Леонидом специальный тематический эфир, чтобы у вас были даны ответы на все возникающие вопросы. Тут, Леонид, очень много писем, связанных со Сбербанком. Я так понимаю, это вот микроплатежи или что? Павел СМР пишет, чем Сбербанк мотивировал отказ принимать платежи. Потом, значит, я видел на сайте Алексея, пишет, прошел слух, что Сбербанк не принимает контрольный платеж. Значит, итак, у нас один из четырех, я подчеркиваю, что это один из четырех способов верификации избирателя, который хочет подтвердить свою личность для того, чтобы участвовать в онлайн-голосовании. Это банковский микроплатеж, когда мы высылаем вам какое-то число там, 249, и вы нам должны отправить 2 рубля 49 копеек. Тогда мы точно знаем, что вы — это вы. И действительно были трудности у многих наших избирателей с отправкой этого платежа именно через Сбербанк. А на сегодняшний день эти трудности решены. Никакого злого умысла там вроде бы не было. Там была история в следующем, что у Сбербанка довольно сложное программное обеспечение, и операционисты, и пользователи интернет-банка не всегда понимали, как правильно этот платеж оформлять. Вот слово «платеж», которым я всегда пользуюсь, нельзя применять. Вот «платеж» — это у них за коммунальные услуги. А тут надо было делать именно заходить в режим в своем Сбербанк онлайне, перевод со счета на счет, и операционисту в Сберкассе говорить, что я хочу перевести деньги на счет, и тогда все получалось. Вот. Но я хочу обратить внимание, что банковский микроплатеж сегодня уже далеко не единственный способ верификации. Можно делать микроплатеж через Яндекс.Деньги, можно пересылать скан фотографии, фотографию себя с открытым паспортом, ну и можно верифицироваться через сеть региональных выборных комитетов, которые есть уже в половине регионов страны. И в Москве их уже пять. То есть выбирайте. В общем-то, да, я считаю, что довольно широкое меню способов подтверждения своей личности есть. Нас часто упрекают, что мы сделали систему сложной, что верификация, вот регистрация очень просто у нас выглядит, да, 30 секунд. А вот последующее подтверждение личности для того, чтобы можно было именно онлайн проголосовать, да, не ходя никуда. Потому что зарегистрировавшись, ты можешь голосовать, но на избирательном участке. А верифицировавшись, можешь голосовать онлайн. Что получилось трудновато. Это правда. Это, наверное, это так. Но мы выбирали между следующим. Или у нас будет 100 тысяч избирателей надежно верифицированных, или у нас будет миллион с ботами, накрутками и абы как. И мы все-таки для себя решили, что голосование 100 тысяч верифицированных избирателей, потративших усилия, деньги, время, это очень весомая и серьезная штука. Это очень легитимная штука. И это месседж, который понятно, как интерпретировать. Вот эти 100 тысяч реальных живых людей хотят так. Голосование миллиона, 10 миллионов, какого угодно количества ботов, людей, про которых мы точно не можем сказать, это живые люди или нет, или это компьютерная сеть, никакого позитивного месседжа в себе, к сожалению, не несет. И никак этот месседж интерпретировать нельзя. И ценности будет ноль. Так она может быть небольшая, но в другом случае ее будет ноль. Поэтому мы решили, что у нас будет строгая верификация, но мы точно будем знать, что каждый наш избиратель — это настоящий живой человек, который преодолел даже определенные трудности к тому, чтобы стать избирателем. Ну и это очень коротко. Это реальная личность. Я можно одну очень короткую байку по этому поводу расскажу. Вот известно, вот у нас единый день голосования всегда воскресенье в России. Ну и мы голосуем с вами в субботу-воскресенье. А в Америке единый день голосования всегда вторник. Это первый вторник мая или первый вторник ноября. Вот. И мне недавно рассказали, почему вторник. Ну, потому что понятно, что в воскресенье там в 18 веке и в 19 они все ходили в церковь, а в понедельник запрягали лошадку, садились в бричку и ехали. Но часто до ближайшего избирательного участка надо было ехать сутки на лошади. Но вот там демократия была так важна для этих отцов-основателей, что они были на это готовы. Во вторник они собирались голосовали, в среду возвращались назад, и у них еще был конец недели на пассивные или уборочные работы. То есть реально как бы было понимание, что демократия это то, ради чего можно там день времени убить. Я думаю, что когда мы просим там потратить 5-10 минут на процедуру верификации, мы ничего сверхъестественного не просим. Я остановил смс-голосование, и в общем-то результаты меня, конечно, порадовали. 69,64% слушателей реального времени зарегистрировались в качестве кандидатов, в качестве избирателей на предстоящих выборах в Координационный Совет Российской оппозиции, но 30,36% слушателей этого не сделали. Ну отлично, значит есть запас. Абсолютно. Хотя, конечно, интересно услышать обратную связь. Почему? Пожалуйста, 65,10,99,6 код Москвы, 495, финам.фм, наши средства связи. Здесь Леонид Волков, в реальном времени председатель Центрального выборного комитета Российской оппозиции. Но продолжая вот отвечать на вопрос слушателей, Вячеслав пишет, три раза присылал им фото с паспортом в разных вариантах. Они хуже настоящей, я вам цитирую письма, как они есть, они хуже настоящей власти. Не хочу с такими иметь ничего общего. Так эмоционально, да. Еще раз, у нас строгая процедура верификации. У нас прописаны требования. Да, должно быть четко видно лицо, четко читаться фамилия, имя, имя, дата рождения. Да, мы лучше отклоним недостаточно ясную и понятную фотографию, чем зарегистрируем что-то нафотошопленное. Это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что она правильная. Согласен. Василий Зворонеж спрашивает, когда последний день регистрации избирателей? Регистрация закончится вечером 18 октября. 19 день тишины. Мы будем готовить сервера, будем, исходя из численности зарегистрированных, переезжать на новое оборудование, усиливать нашу систему защиты. 20-21 дни голосования. То есть, пожалуйста, успейте зарегистрироваться до 18 октября. А лучше прямо сейчас. Григорий пишет, что будет координировать совет? Лозунги, революции, деньги, мысли, конкретности, пшик? На этот вопрос я много раз уже отвечал. Во многом это будет зависеть от самого совета. От того, кто туда будет избран. И, конечно, от того, как будет развиваться политическая ситуация в стране. На самом деле, мы не знаем. Мы выбираем себе политических представителей. Тех людей, которые от нашего имени будут профессионально заниматься политикой в публичном пространстве в течение года. Как повернется ситуация? Что можно предсказать о России в течение года? Мы не знаем, потому что вспомните, что было в России год назад. И будет ли пшик или не пшик? Это во многом зависит от людей. Не только которые будут избраны в координационный совет, но, собственно, и от тех, кто будет их забирать. Конечно. И от тех, что они будут требовать от своих делегатов, от своих депутатов. Конечно. финам.фм портал. Там идет веб-трансляция. Леонид Волков сегодня в реальном времени. 65 10 99 6 код Москвы 495. Вы в эфире. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Да, Алексей. Я зарегистрировался в качестве избирателя. Спасибо. В общем-то, смотрите, то, что последнее суждение, которое вы высказали, я частично его разделяю, потому что, честно говоря, для меня, с точки зрения репериментативности вот той выборки с этих кандидатов, но ее немножко не хватает, да, то есть я не увидел, не вижу таких лидеров, за исключением там двух, трех, четырех человек, да, вот. Я вижу там, допустим, состав кабинета министров, допустим, потенциально, да, там сильных людей в определенных компетенциях. Но с точки зрения именно лидера, да, какого-то, я его не вижу. Может быть, это и плюс. Может быть, их должно быть много и несколько, они должны дополнять друг друга. У меня когда-нибудь, да, вот вопрос. С точки зрения его видения развития Координационного Совета, то есть, затем, затем, планируется ли как-то поддерживать Координационный Совет, в том числе системой IT, системой, так или иначе, голосований, вот весь тот наработанный опыт, да, за последние полтора месяца, который там занимается, будет ли он инкорпорировать эту систему в деятельность Координационного Совета. Да, я понял вопрос, Алексей. Спасибо, это очень хороший и важный вопрос. Конечно, меньше всего мне хотелось бы, чтобы вся эта история была одноразовой, да, то есть, не полтора месяца, а гораздо больше я уже на нее ухлопал, и не только я, а весь Центральный Выборный Комитет и волонтеры нашей региональной комиссии. Мы действительно построили классную защищенную инфраструктуру распределенных голосований, и я верю, что Координационный Совет ей будет пользоваться. Я верю, что после того, как Координационный Совет начнет работать, мы будем и дальше регистрировать избирателей, и Координационный Совет по всем важным вопросам будет сверяться с их мнением. Нам ничто не мешает с помощью этой системы достаточно регулярно проводить те или иные голосования, внедряя таким образом элементы прямой демократии в работу Координационного Совета. Возможно, что какие-то фундаментальные решения мы вот таким образом именно референдумом будем принимать. Вот, кстати, из этой же серии Андрей спрашивает в Твиттере, да, Юрий спросителю Леонида, а можно ли технически проводить не только выборы, но и референдумы? Очень много насущных вопросов. То есть вы подтверждаете, это возможно? Да, технически это возможно. Надо понять, так сказать, найти идеальную пропорцию между прямой демократией и демократией представительной, потому что если по каждому вопросу спрашивать избирателей, то они тоже устанут. В Древней Греции на Агоре действовало такое правило о неважном совещаются старейшины, о важнейшем весь народ. То есть вот как бы техническая вся работа, координационная работа, подготовительная работа лежит на плечах профессиональных политиков, но когда надо принять принципиальное решение, спрашивают у избирателей. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Добрый день, меня зовут Сергей. Да, Сергей, пожалуйста, в эфире. Я бы хотел поделиться впечатлениями своими, как три недели я уже работаю сам, ну как бы на госслужбе и, например, учился на Западе, такой невидный человек в этом плане. Мне кажется, наша оппозиция тратит очень много времени и сил на то, что можно было бы сделать, если бы работать как бы вместе с этими людьми, которые сейчас управляют с этой страной, не идти в разрез к ней, а работать с ними. А можете проиллюстрировать? Идея из февральской путинской статьи, что вот там петиция, под которой собрано 100 тысяч подписей, должна рассматриваться Госдумой в каком-то совершенно пока неопределенном порядке. Никаких других вещей, скажем, дать возможность в электронном виде собирать подписи кандидатам в депутаты на местном уровне, еще какие-то вещи я предлагал. Все эти вещи никуда не пошли. И по прошествии времени мне совершенно стало ясно, что результат работы этой экспертной группы был на самом деле предопределен и от нас сильно не зависел. Получилось, зря потратили время. Это мой личный пример, но таких примеров ведь очень-очень много. Каждый раз практически такими благими намерениями. Да, они там просто заблуждаются, давайте пообщаемся, им что-то подскажем. И они начнут все делать правильно. Действительно, оказывалась высклана дорога в ад или по крайней мере глупость. Или куда-то, да, в непонятную сторону. Здесь Леонид Волков в реальном времени. Сейчас краткий выпуск новостей. Пишите на финам.фм, звоните на 6510-99,6. Сегодня у нас эфир построен именно на ваших вопросах, чтобы Леонид по максимуму смог на них ответить. Продолжаем общаться с Леонидом Волковым в реальном времени. Сегодня наша программа полностью посвящена предстоящим выбором 20-21 октября в Координационный Совет Российской Оппозиции. Нет, вы сегодня не читали случайно «Комсомольскую правду»? О, я вчера читал еще. Вы вчера, да, читали? Ну, я в силу там разных причин только сегодня узнал о столь блистательной работе, которую опубликовало вот это издание. Я неплохо знаком с человеком, который за этим всем стоит, да, ну, по крайней мере, официально, я имею в виду, да. Как вам? Вас там прям демоном нарисовали? Или обрисовали, правильнее сказать? Я считаю, что это еще одно признание качества нашей работы. На прошлой неделе члены ЦИК РФ, да, Центральной избирательной комиссии, выступили вдруг со страстным заявлением, что у нас все неправильно, ненадежно. На этой неделе, значит, вот там, так называемый кремлевский политолог Данилин, да, так сказать, там знаменитый такой, так сказать, кусок неприятной субстанции, так сказать, нас вот полил с собой, так сказать, с ног до головы. Мне кажется, что, ну, замечаю. Я могу сказать, слушая финал ФМ, что я вижу, как Леонид подбирает слова прокомментировать вот этот материал. Но, то есть, вы считаете это, на самом деле, во благо? Ну, бояться, но бояться. Заметили, по меньшей мере. Мы на верном пути. Чем больше таких сигналов, тем на верном пути. Никогда у меня такого не было. Я там понимаю теперь, как тяжело живется Алексею Навальному и другим топовым блогерам. Сейчас стоит опубликовать пост в течение 30 секунд. Значит, 10 нашистов прибегают и начинают там загаживать первую страницу комментариев. Вот это все как бы. Раньше я с этим не сталкивался. У меня все было как-то гораздо поуютнее в моем. Стоит ли реагировать или, в общем-то, надо не замечать? Я всегда на это сам даю ссылки. То есть, вот на эту же там статью Данилина я даю ссылку. Сегодня там еще целый сайт появился нашистский, призванный тому, чтобы, опять же, там поливать чем-то неприятным наши выборы. Я тоже даю ссылку. Ну, это очень полезно. Интернет в этом смысле очень искренняя штука. Он способствует тому, чтобы дурь каждого была видна. И все должны видеть. То есть, если против нас работают уже очень серьезные бюджеты и уже очень серьезные ресурсы, то это должно нас как-то мобилизовать. Единственное, чем мы можем ответить, это еще более массово регистрироваться в качестве избирателя, чтобы вот такие там флактуации, вносимые возможным нагоном тех же нашистов, ну, не помешали, не сорвали бы выборы, в конце концов. То есть, мне кажется, что любой нормальный человек, который еще колебался, читая вот это все, должен идти и регистрироваться. Я, конечно, сегодня как-то открыл, я так, я по диагонали прочитал, да, то есть, обычно я читаю от начала и до конца. Меня на экономфаке к этому приучали, да, и говорили всегда про инку, читай до конца, до последнего предложения. Но с первого момента я понял, что, в общем-то, люди работают на вас. Да. В реальном понимании этого слова. Данила из Тюмени спрашивает, есть ли там точки голосования, вообще, где эти пункты посмотреть можно? Значит, на сайте Центрального выборного комитета, еще раз, www.cvk2012.org, есть список так называемых РВК, да, звучит коряво, знаю, региональных выборных комитетов, там нарисована такая интерактивная карта России, и, собственно говоря, на ней все вот эти самые наши региональные выборные комитеты размечены, где они есть. Я, извините, страна у нас большая, на вскидку про Тюменскую область конкретно не вспомню, но найти, конечно, можно. Ну, жители в Тюмени смогут найти, да. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Николай. У меня вопрос такой. Вот смотрите, вот эта вот процедура аутентификации, ну, или, как сказать, авторизации пользователей, да, когда они передают копии паспорта или как-то переводят деньги со счета, вот, и они уверены, что мои просто данные не попадут, ну, в ходе там хакерских атак или чего-то в руки мошенников. Вы же работаете с персональными данными, и вот как вот этот аспект у вас защищен. Значит, спасибо, Николай, это тоже, я специально позавчера опубликовал довольно большой текст, он тоже на сайте ЦВК опубликован, вот список часто задаваемых вопросов, и там все повторять нет возможности, эфира не хватит. Но главный тезис. Но один из очень важных вопросов, это, конечно, защита персональных данных. Значит, отвечаю. Мы защищаем персональные данные самым надежным, единственно возможным способом, мы их не храним вообще. То есть мы, там, скажем, сверяем вас, там, вашу фамилию, имя, имя, дату рождения с тем, что в паспорте, и сразу все удаляем. Потому что, конечно, мы понимаем риски, связанные с вероятностью утечки всей этой информации. То точно то же самое с банковскими выписками. Подтвердили, удалили, и это очень жестко соблюдаемый нами принцип. Еще один вопрос с сайта, Леонид, а не мало ли для раскрутки выборов в КС времени? Может быть, перенести выборы с 20-го, 21-го октября на 3-е, 4-е ноября? Ведь пока зарегистрировалось только около 50 тысяч избирателей. Вот, по мнению слушателей Василия, это мало. Есть разные точки зрения на этот счет, много это или мало. То есть вы встречались, да, с подобными? Да, при нынешней динамике мы выйдем примерно на 100 тысяч зарегистрированных избирателей в итоге. Вот у нас как раз половина времени регистрации прошла, половина времени, которое мы отводили на регистрацию, прошла, и 50 тысяч регистраций налицо. Значит, примерно будет 100, если из-за чего-то темп не вырастет. Я надеюсь, что он вырастет, потому что информация, конечно, расходится не очень быстро, она сейчас проникает в какие-то там менее политизированные сообщества. Может быть, сегодня вот мы выпустили в свет прекрасный, я считаю, агитационный ролик за регистрацию очень талантливо снятый. Уже выложен, да? Да, разошелся по интернету буквально пару часов назад. Еще какие-то методы агитации будем принимать. Но в целом, думаю, будет где-то около 100 тысяч, дай бог, если мы сможем как-то разогнаться 150. Я напомню, что слушатели Финам.ФМ сейчас должны довести цифру зарегистрированных избирателей до 50 тысяч. Мне не важно, где вы нас слушаете. В Москве, Московской области, в Питере, Екатеринбурге или Нижнем Новгороде, или Чебоксарах, я знаю, что география обширна. Мне принципиально важно, чтобы вы сейчас поддержали это, да? То есть я отношусь к предстоящим выборам, как и Леонид Волков, очень серьезно. Понимаете? Можно сколько угодно копий ломать. У меня тоже были разные моменты восприятия предстоящего голосования. Но я считаю, что, знаете, вот есть вещи, которые надо сделать. Вот просто надо сделать, да? Можно сколько угодно рассуждать, но иногда полезно и действовать. Поэтому регистрируйтесь, портал открыт. Технически это все очень просто. Я знаю это по своему опыту делать. Леонид Волков в реальном времени. Да. Так вот, заканчивая отвечать на вопрос. Если бы мы там оттянули там на две недели, на три недели, ну получили бы мы еще там несколько десятков тысяч человек. Принципиально картины это бы не изменило. Там нашистская пропаганда все равно бы сказала, да, это там меньше процента населения, вы никого не представляете. А мы бы все равно понимали, что активная часть общества, люди неравнодушные, люди созревшие на такой гражданский поступок, как регистрация, никогда большинством не были и не будут. Но очень важно, чтобы эти люди четко сделали свой выбор. Есть своя драматургия у предвыборной кампании. Думаю, что она продлится ровно столько времени, сколько нужно. Да, я согласен, не надо переносить, я назначена дата, все. Спрашивают, какой приз 50-тысячнику, Леонид сказал, думают, думают, думаю, порадуют, порадуют. Но все-таки это знаковый такой момент, а потом 100-тысячнику надо будет что-то вручить. Да, и так далее. Добрый вечер, как вас зовут? Нет, так, добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Да, Алексей, пожалуйста. У меня вопрос к Леониду, значит, ну, вопрос идея, так сказать. Я являюсь специалистом в области высоких технологий и, как один из методов голосования, предлагаю рассмотреть возможность голосования на платежных терминалах. То есть для этого можно доработать функционал и с помощью функции идентификации людей по отпечатку пальца можно делать тоже очень надежное голосование, когда исключено голосование двух человек, допустим. Что Леонид думает по этому поводу? Вообще всяких разных интересных технологий нам предлагали довольно много. Мы, например, сейчас запускаем с помощью технологии компьютерного зрения автоматическую распознавалку и сравнивалку для тех вот сканов паспортов, которые нам присылают, в частности, чтобы там не пропустить два одинаковых и так далее. Вообще по техническим решениям, которые мы применяем, мы, безусловно, находимся на самом передовом мировом уровне. Конкретные технологии бывают разные. С отпечатками пальцев это хорошая технология. Проблема в том, что она довольно дорогая. То есть распознавать отпечатки, их коллекционировать, нужно специальное оборудование, специальное программное обеспечение. Не будем забывать, что мы, в общем-то, честно говоря, там нищие, как церковные мыши. Наш бюджет весь сформирован из добровольных пожертвований и взносов кандидатов. Мы записываем и запоминаем интересные идеи. Вообще по итогам этих выборов я обязательно какую-то методичку напишу, как проводить там в сжатые сроки электронное голосование в масштабах большой стороны. Я думаю, что обсуждению возможных других методов верификации, которые мы еще не использовали, в этой методичке отдельная главка будет посвящена. На самом деле много чего еще можно сделать. Ну смотрите, совет еще не избран, да? Роман спрашивает, а как можно будет отозвать свой голос? Предусмотрена ли процедура распуска совета, если он провалит свою задачу? Это тоже интересный вопрос, потому что теоретически да. То есть та система электронного голосования, которую мы применяем, позволяет избирателю в точности контролировать, как его голос учтен, значит потенциально свой голос изобрать или, скажем, изменить свой выбор динамически. Вот там в прошлом году я с моим коллегой Федором Крашениниковым опубликовал книжку «Облачная демократия», которая обсуждалась в эфире «Финам-ФМ» тоже, и там как раз про это шла речь. Вы мне, кстати, ее не привезли так. Ах, черт. Да. И там это обсуждалось, да, что в принципе можно сделать демократию совсем такой подвижной. Сегодня делегировал голос одному, он перестал тебя устраивать, завтра другому. И один вылетел, так сказать, из парламента, другой пришел на его место. Я думаю, к этому мы придем через пару лет. Жду книгу. Начнем по старинке, книга будет, и придем через пару лет. А что касается все-таки распуска, то есть это уже процедурный вопрос, который сейчас, наверное, еще не рассматривается. Регламента координационного совета, вот регламента его работы еще нет. И это, кстати, вопрос, который меня тревожит. Мне хочется, чтобы с первых дней это был очень рабочий орган, который очень хорошо понимает, что он делает. Мы намерены ориентироваться на то, что скажут избиратели. Вот у нас будет этот конкурс СССР, я вернусь к нему, о функциях, полномочиях, задачах координационного совета. Важно, что напишут кандидаты, но не менее важно, какие СССР избиратели выберут как лучше. То есть, другими словами, за какие, собственно, принципы и функции его работы они проголосуют. Вот исходя из этого и будем регламент строить. Согласен. А вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Представляете. Меня зовут Григорий, город Москва. Да, Григорий. У меня вопрос к Леониду по поводу кандидатов в коррекционный совет. Что с ними будет после выборов? Кандидатами, которые как бы не попадут в совет. То есть, есть ли некий договор согласия между кандидатами? То есть, они будут оставаться в оппозиции в обычной политике? Или они, ну как-то, не знаю, самоликвидируются? Или своей дорогой пойдут? Да не дай бог. Вот вариант по поводу самоликвидации. Спасибо. Смотрите, у нас 215 кандидатов, 45 мест. Это очень хороший конкурс, 5 человек на место. И элементарная арифметика показывает, что 170 человек, среди которых очень много достойных людей и интересных политиков, останутся за бортом. В каком смысле за бортом? Что им кто-то будет мешать дальше сотрудничать с избранным Координационным советом, входить в какие-то комиссии, представлять интересы своих избирателей, которых не будут? Нет, я думаю, это будет только приветствоваться. Потом, это люди все равно уже будут заметны, они все равно себя показали. Вот там, за те 10 тысяч рублей урок взноса, которые каждый из них заплатил, каждый получил и свою минуту славы в эфире федерального телеканала, и участие в многочисленных дебатов, и то, что его фамилия запомнилась избирателям, и то, что его программу прочитали. Потому что очень много у нас, у нас суммарно на сайте Центрального выборного комитета было за вот эти два месяца уже почти 3 миллиона посещений. Это люди, которые просматривают те же самые там предвыборные ролики, смотрят на список кандидатов и так далее. То есть каждый из них уже самым фактом участия в независимости от занятого места стал заметным явлением в политической жизни России. Дальше, как человек сможет этот политический капитал, может быть, сохранить, перемножить, не расплескать, подойти к каким-то следующим выборам, стать, может, каким-то муниципальным депутатом у себя, или избраться в следующий состав Координационного совета, показав в течение этого года, что он способен там хорошо конструктивно работать, но это будет от него уже зависеть. Это судьба действительно каждого из тех, кто решил участвовать в предстоящем голосовании. Мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Леонид Волков, сегодня в реальном времени после новостей ваши звонки и письма. Звоните, пишите. — 19.47. Продолжаем наш разговор с Леонидом Волковым, председателем Центрального выборного комитета российской оппозиции 20-21 октября. Выборы в Координационный советы. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495, письма на finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция. Даниил пишет, Юрий, свои беседы с Леонидом Волковым убедили таки. Сейчас начну регистрироваться. Спасибо парни. Спасибо вам, Даниил, что, во-первых, вы нас слушаете, во-вторых, действительно, как мне представляется, мы говорим об очень важном. Алексей из Новокузнецка, Леонид спрашивает. В одном из эпизодов фильма «Срок» Максим Марцинкевич заявил, что в кандидатах у него есть человек, который после выборов передаст ему мандат. Меня это не устраивает, пишет Алексей из Новокузнецка в корне. Поэтому вопрос, как защитить выданные мандаты от подобных действий? Ну, во-первых, пусть господин Марцинкевич сначала обеспечит победу своему кандидату, что вряд ли возможно, потому что никаких реальных людей за ним нет, а только небольшая компания на шистских мурзилах. А во-вторых, ну, конечно, мы избираем представительный орган. То есть никакая передача мандатов регламентом координационного совета, естественно, не предусмотрено, потому что у нас персональное голосование. У нас нет, как в Госдуме, этой позорной практики паровозов. У нас же избиратели голосуют за конкретных людей, и этим конкретным людям, если они будут избраны, предстоит работать в составе координационного совета. Вообще, это, конечно, позорная история, потому что, ну, смотрите, господин Марцинкевич, так сказать, там был нацистом, да, не скрывал своей любви к Гитлеру, выпускал обучающие ролики на тему того, как отделять голову дагестанца от туловища дагестанца и прочими такими вещами, так сказать, прославился в своем интернете. Потом он немножечко в тюрьме посидел, там мы, видимо, объяснили, где его место, и стал активно сотрудничать там с органами внутренних дел, правоохранителями и всякими прочими. И вот он сейчас такой подминтованный человечек, значит, смешной, который при полной, так сказать, поддержке со стороны, там, движения «Наши», со стороны всех прокомилевских каких-то организаций, он постоянный гость в эфире у Сергея Минаева, значит, он обнимается там со всякими нашистами. Вот его используют для того, чтобы как бы там сорвать выборы. Мы отказали Марцинкевичу в регистрации, не потому что он нацист, а потому что он нашист. И это там пытаются раздуть как скандал. Вот, значит, там, какие же это демократические выборы Марцинкевича сняли. Практически единственного, кстати. Вот. И, конечно, с одной стороны, это все можно воспринимать как такую шутку, а с другой стороны, ну, то есть вот получается, это до какой степени у нас власть докатилась. Если для того, чтобы там устроить провокацию и пытаться сорвать наши выборы, они не находят никого другого, как нациста, который реально там в телефонном разговоре, я имел несчастье с ним разговаривать, оканчивает разговор, значит, фразой «8-8», что, так сказать, закодировано, значит, «Хайль Гитлер», да? Вот. И на этих людей Кремль делает ставку. Ну, елки-палки. Идем дальше. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алё. Здравствуйте. Это Костя. Да, Константин. Юрий Иванович, мне кажется, ваша система ваших выборов ненадежна, потому что недобросовестные кандидаты могут просто... Алё. Вы где? Вы где? Мы вас теряем, как говорят в таких случаях. Алё. То есть у меня линия... И потеряли. Да, я вижу, что линия... Была свободная. Человека я вывел в эфир, но вот звоните 65 10 99 6. Да, но что-то. Что-то сделать, да. Я думаю, что вопрос был про подкуп, потому что это вопрос, который часто нам задают. Про подкуп? Я думаю, да. Но я думаю, что эта фраза должна была закончиться так, что недобросовестные кандидаты могут покупать голоса. И на эту тему есть важный комментарий, что многие считают, что электронные выборы должны быть во всём лучше, чем выборы бумажные. Это неправда. Как нас учит, так сказать, наука об построении автоматизированных систем, автоматизированная система должна быть нигде не хуже, чем та система, которую она призвана заменить. В бумажных выборах, к сожалению, есть полным-полно подкупа, принуждения, давления и так далее. В электронных выборах всё это становится гораздо сложнее. Например, очень тяжело купить голос, потому что человек всё равно должен... Он не может тебе отдать бюллетень, он должен сам с помощью своего телефона подтвердить личность и так далее. Но, безусловно, если кто-то выйдет и начнёт деньги раздавать, он найдёт какую-то толпу идиотов, наверное, которые эти деньги возьмут. Дальше что? Вопрос. Во-первых, какой орган мы избираем? Давайте честно скажем, мы избираем первые топ-45 врагов действующей власти и кандидатов на посадку. Сомнительное удовольствие за эти деньги платить. И во-вторых, всё-таки не надо забывать, если человек голосует, если мы обеспечили принцип один человек, один голос, ну, значит, так тому и быть. К сожалению, ни одна избирательная система в мире от подкупа не защищена, но при электронных выборах всё это гораздо явнее и гораздо более явно, и с этим гораздо легче бороться. Ну и вообще, как-то вот мне сама формулировка подкуп, да, на выборах Координационный Совет Российской оппозиции. Диву даюсь, на самом деле. Неужели, правда, кто-то будет подкупать? По-моему, это должен быть обращик антитеза тому, что мы видим на так называемых всенародных выборах в России. Если мы скатываемся к подобным формам, ну, это мерзость, по меньшей мере. Алексей пишет, я очень рад, что оппозиционеры принимают конкретную форму, я буду голосовать, вам нужно больше говорить о безопасности данных и как вы привлекаете регионы. То есть вот на это обращает внимание наш слушатель. Спасибо. Кстати, пока по статистике, Москва, это примерно 40% зарегистрированных избирателей, это не так мало, но всё-таки это значит, что это уже у нас далеко нечисто московская история. 60% запад делаем Москву. 60%. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Олег, у меня вопрос следующий. Не могли бы вы разъяснить про цифру 100 тысяч? Мне, как показалось, президент или кто-то из власти хотел, чтобы 100 тысяч набрал какой-то лидер или какие-то, ну, не группа людей, где 100 тысяч распределится равномерно между 200 кандидатами. Таким образом, процент проголосовавших за вот эту верхушку этих лидеров будет ничтожно мал. То есть, мне казалось, что за лидера должно 100 тысяч проголосовать. Спасибо. Олег, спасибо за вопрос, я поясню. У нас, как заполняется избирательный бюллетень? У нас 215 кандидатов, и каждый, мы выбираем координационный совет из 45 человек, и каждый избиратель сможет поставить 45 галочек. То есть, каждый избиратель предлагает свой состав координационного совета, каким он его видит оптимальным. Мы все эти, так сказать, бюллетени сравниваем и формируем такой консенсусный, компромиссный координационный совет. Таким образом, если там у нас проголосуют 100 тысяч избирателей, то я думаю, там победитель, наверное, окажется почти во всех бюллетенях, почти во всех этих, так сказать, сорока пятерках мечты, и там вполне возможно наберет там 80 тысяч голосов. Если у нас будет 200 тысяч избирателей, то я думаю, что там вся верхушка перешагнет и отметку там 130 тысяч голосов. Это очень важная психологическая отметка, вот почему. 130 тысяч это была цена мандата депутата Госдумы на выборах 4 декабря по официальным Чуровским данным. На самом деле, меньше, но вот у Чурова получилось, да, что один депутат, избранный Госдумой, приходится примерно на 130 тысяч избирателей. Вот моя тайная мечта. Было бы очень круто, если бы наши, лидеры нашего голосования подтвердили бы не меньшую легитимность. Олег из Белгородской области пишет, пока он, в смысле Леонид Волков, будет решать, что дарить, регистрацию перевалит за 50 тысяч. Ну так это же и хорошо, пока Леонид Волков думает, вы регистрируетесь, и к моменту завершения эфира все, Леонид будет обязан по меньшей мере приготовить подарок для 50-тысячника. Добрый вечер, как вас зовут, Олег? – Добрый день, меня зовут Антон. – Да, Антон. – Очень рад, что у Леонида получилось то, что он планировал делать. Первый раз о нем, я о его идеях услышал на «Антиселегере». И, в общем-то, рад, что все получается. – Так. – Хотел задать вопрос. Я понимаю, что очень много кого можно избрать, но хотя бы чисто теоретически. планируется ли идея ввести голосование против всех, чтобы узнавать количество тех, кто недоволен тем, чем занимаемся, например, мы с вами? – Да, у нас будет в бюллетенях «Галочка против всех». – А зачем? Вот объясните мне, зачем? – Например, потому что у нас ведь будет в бюллетене четыре части, да, мы избираем 30 членов Координационного Совета по общегоражданскому списку и по пять от политических организаций – левых, либералов и националистов. И, возможно, кто-то будет хотеть избирать только своих представителей по общегоражданскому списку, но будет голосовать против представителей тех или иных политических организаций. Есть известное противопоставление между гражданским протестом и политизированным, и вполне возможно, что какие-то избиратели захотят его в явном виде выразить. – Мне кажется, если люди участвуют в предстоящем голосовании, ну, против всех, не знаю. – Нет, почему? Я вижу смысл в голосовании против всех по отдельным спискам. Не в целом против всех, это странно, зачем ты регистрировался, а вот, скажем, там, против всех там левых или против всех либералов, ну, почему нет? – Это не руководство к действию, каждый из вас будет принимать решение 20-го, 21-го самостоятельно. Как вас зовут? Добрый вечер. – Добрый вечер, Евгений. Я хотел спросить одну вещь, ну, может быть, она такая мелкая, но вполне, в общем, ближе к делу. Я зашел на сайт, и участвовать в дебатах или там наблюдать дебаты может только те, кто верифицирован. Не сужаете ли вы таким образом число заинтересованных вообще в самом процессе и результате? – Значит, смотрите, Евгений, спасибо за вопрос. Значит, участвовать в дебатах могут кандидаты, наблюдать дебаты может кто угодно, но только верифицированные избиратели могут проголосовать за победителя дебатов. Ну, для нас это очень важная часть истории, потому что мы хотим таким образом, опять же, вовлечь избирателей. Нам хочется, чтобы больше избирателей регистрировалось и верифицировалось, чтобы уже сейчас на стадии дебатов тоже принимать участие в решении вопросов, кто выйдет там в следующий круг дебатов и так далее. Ну, если хотите, это такой у нас маркетинговый ход. – Андрей, тут мне написал, сайт СВК упал, надеюсь, это связано с количеством желающих зарегистрироваться. – Неправда, я сейчас открыл, у меня все открылось. – 49712, слушатели Финам.ФМ, у вас полторы минуты всего осталось до момента, когда надо преодолеть отметку в 50 тысяч. – Надо сказать, что сайту тяжело, потому что, вот смотрите, Юрий, обновлено в 19.25. – Ну, я открыл сейчас спокойно. – Нет, 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 видите, тут написано, обновлено в 19.25. – А, точно. – То есть у нас автоматически, судя по всему, у нас автообновлялка сломалась за то, потому что она вообще-то каждые пять минут обновляет. – Я рад этому безгранично. – Слушатели Финам.ФМ, обваливайте. – Вот. То есть мы не знаем, сколько за последние 30 минут у нас зарегистрировалось. – Ну, в общем, мы близки, в общем-то, к результату в 50 тысяч. Последний, к сожалению, вопрос. Леониду Волкову, добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. – Добрый день, Лев Сергеевич. – Да, Лев Сергеевич. – Вы знаете, Чуров тоже предложил, что следующие выборы тоже будут электронными. Вот я вообще не доверяю этим электронным выборам. Там можно подтасовать как угодно и сколько угодно. Намного легче, чем на бумажном носителе. Спасибо. – Это, Лев Сергеевич, это распространенное заблуждение. Мы пытаемся всей нашей практике показать, что это не так. Во-первых, мы очень публично описываем процедуры голосования, которые у нас есть. Во-вторых, мы даем попробовать. Вот сейчас идут голосования за участников дебатов. Пока не на корову играем. Мы пока не избираем еще членов Координационного Совета, а только решаем, кто пройдет следующий раунд дебатов. Но вы можете пойти, попробовать голосовать, попробовать убедиться, что а – два раза вам проголосовать никто не даст, б – ваш голос будет посчитан и правильно посчитан. Вот. Задача растопить лед недоверия к электронным выборам, это в том числе одна из тех задач, которые мы сейчас решаем. 49 859 вот сейчас у нас. Ну, давайте, 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 уважаемые слушатели. Леонид, спасибо большое. Я думаю, это была наша вторая уже встреча здесь, но далеко не последняя. Я предлагаю до 21-го, 20-го, 21-го еще встретиться обязательно. Я с удовольствием. Ну и потом, безусловно, уже по итогам голосования также провести отдельные эфиры и так вот доложить избирателям о произошедшем. Договорились. Спасибо. Леонид Волков, председатель Центрального выборного комитета российской оппозиции, был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Сейчас краткий выпуск новостей, затем итоги дня.